Не только посмотреть, но и самому попробовать. К мыльному раствору лебедня выстраивается в очередь. Но техника пускания мыльных пузырей сложная и не дается с первого раза. Мыльный шлейф получается только у аниматора. Маше не верится, что уроки и домашние задания закончились. Впереди три месяца каникул. Солнечная погода, веселая музыка, конкурсы и подарки. Вместе с детьми веселились и родители. Начались детские каникулы, чтобы ребенка порадовать, чтобы он посмотрел, какие праздники для детей делают. Ну и, конечно, детство из детства. Немножко свое вспомнить. Мы отучились, потому что нам очень сложно так учиться. И поэтому надо отдыхать. Есть мыльные пузыри, и я их ловлю. Мне очень хорошо тут. Выбраться на праздник или в театр удается нечасто, рассказывает Ольга. То работа, то домашние хлопоты. Да и билеты на семью стоят недешево. Наш профсоюзный комитет предложил нам билеты с ребятишками на праздник, посвященный Дню защиты детей. Это поучаствовать в развлечениях и посмотреть спектакль. Праздник в центре города детям подарил фонд социальных проектов «Территория милосердия». Организовали торжество при поддержке спонсоров и неравнодушных омичей. Наш фонд занимается социальными проектами. Вот один из них. Мы сейчас открывали в детской поликлинике большую сенсорную комнату для детей. Мы участвовали в том, чтобы открывалась тяжелая неврология в медсанчасти 11. Хосписное отделение в санатории «Мир» с Минздравом. Диана и Кристина – студентки. На взносы в благотворительные фонды у будущих медиков денег нет. Поэтому они – волонтеры. Иногда нам могут обратиться мамочки, чтобы, допустим, мы посидели с своих детишками дома, пока они по делам ходят. Такое бывает. Почему занимаешься вот этим? Ну, потому что мне охота помогать детям. Ведь это же все должно происходить от чистого сердца, чтобы без корысти помочь детям. Праздник закончился в Тюзе спектаклем «Волшебник из имрудного города». Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна-7.